МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 20.00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель и мои коллеги службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном стране и мире. И коротко о том, что покажем в выпуске. Страна на самоизоляцию. Карантин в столице может затянуться. С начала пандемии скончались уже 14 жителей Нур-Султана. Однако горожане по-прежнему игнорируют меры безопасности. Квест ради теста. У пунктов сдачи анализов на COVID-19 огромные очереди. Запись на три дня вперед. В чем причина ажиотажа, разбирались наши корреспонденты. Шесть километров проблем теперь и у подрядчиков. Жителям Заградовки удалось привлечь внимание властей только после вмешательства сотрудников информационной службы Хабар 24. Дорогой, рассыпавшейся сразу после укладки, наконец заинтересовали следователи. И обо всем по порядку. Столицы могут ужесточить карантин, предупредила главный санитарный врач города. По словам Жанны Пролеевой, многие продолжают игнорировать санитарные нормы, отказываясь от масок и не соблюдая дистанцию. Она вновь призвала жителей и гостей столицы не посещать места массового скопления, а руководителям предприятия рекомендовала усилить контроль. Больше половины всех заражений носят местный характер. В случае увеличения количества больных я как главный государственный санитарный врач города Нур-Султан, оценивая эпидемиологическую ситуацию в городе во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, вынуждена принять решение об ужесточении ограничительных и карантинных мероприятий. Ваше нежелание, халатное отношение к здоровью и жизни окружающих вас, людей, не дает нам возможность стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в столице и вернуться к обычному ритму жизни. На Тенгизском месторождении карантин продлили еще на две недели. Постановлением главного санитарного врача Жилыойского района ограничительные меры там сохранят до полной стабилизации эпидситуации. Остается обязательным ношение масок, дистанцирование, а также санитарно-дезинфекционный режим на объектах. ПЦР-тестирование рабочих, заступающих на вахту, а также убывающих, продолжат. Все вахтовые поселки будут обеспечены эпидемиологами. Запрет на передвижение людей между населенными пунктами сохраняется с 9 вечера до 5 утра. Въезд и выезд территориями местонахождения также ограничен. Напомню, на сегодня там зарегистрировано больше тысячи случаев заражения COVID-19. За последние две недели ситуация на Тенгизе стабилизировалась. Демобилизация практически завершена. С 1 июня мы ведем отдельную статистику по бессимптомным больным. В настоящее время их не госпитализируют вместе со всеми, а направляют на карантин под наблюдение врачей в изолированные вахтовые городки. Новорожденного с пороком сердца спасли врачи в Туркестане. 11-дневный малыш едва мог дышать из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Младенца в критическом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. У него была сильная отдышка и повышенная температура. По словам врачей, жизнь ребенка оказалась под угрозой из-за сужения сосудов сердца. В итоге медики решили немедленно прооперировать новорожденного. Сейчас он продолжает получать интенсивную терапию. Учитывая прогрессирующую сердечную недостаточность, тяжелое состояние ребенка, кардиохирургической бригадой решено прооперировать ребенка в условиях неонатальной реанимации. Операция длилась около двух часов. Сделана резиция критической картоциоорты и анастомоз – конец бока. После операции сразу же на конечностях появилось артериальное давление и хороший показатель сатурации. Но вот между тем, 12 здоровых детей родились в столице у зараженных COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщила глава управления общественного здравоохранения. Саулей Кисикова отметила, что несмотря на жару, увеличивается число больных с пневмонией. В 70% случаев причиной становится коронавирус. Сейчас в стационарах города лечения получают 746 пациентов, 14 скончались. Руководитель управления прокомментировала 4 последних случая. По анализу, в первом случае мужчина 47 лет в течение двух недель принимал самостоятельное лечение на дому. Во втором случае 68 лет был доставлен бригадой скорой помощи из дому сразу в стационар. В третьем случае мужчина 70 лет, житель Западно-Казахстанской области. По месту жительства наблюдался у врача-кардиолога с ишемической болезнью сердца, состояние после стентирования. В клинику был доставлен также бригады скорой помощи. В четвертом случае мужчина 59 лет, житель города Алматы, обратился самостоятельно. К сожалению, все проводимые лечебные реанимационные мероприятия оказались без эффекта. Жители Нур-Султана не могут оперативно сдать тесты на коронавирус даже за деньги. Причем услуга недешевая. В государственных лабораториях цена стартует от 10 тысяч деньги, а в частных достигает 16 тысяч. Желающим приходится ждать по несколько дней, чтобы сдать тест. В чем причина ажиотажа и почему лаборатории не справляются с наплывом людей, выяснил Иван Тулинов. Чтобы сдать тест, нужно отстоять многочасовую очередь. Мобильная лаборатория не справляется с наплывом всех желающих провериться на COVID-19. Еще ранним утром в пятницу здесь занимают очередь на понедельник. Работа ведется по талонам, но его получить непросто. Приходится тратить время. Ну уже полтора часа. Мне талон надо получить. Без талона запись недействительна. Причем сотрудники центра поручили посетителям вести очередь самостоятельно. Была одна девушка, она взяла листок, мы записали автомобили, кто за кем стоит. Потом сотрудник поликлиники раздал нам листовки, мы все заполнили. По словам врачей, мощности лаборатории ограничены. В день они могут принять не больше 90 человек. Хотя во время открытия этого центра шла речь о двухстах тестах в день. Не понимаю, почему такой ажиотаж. Почему поликлиники, которые имеют возможность сделать забор, это вопросы, они регулируются. Понятно, что идет большой рост и идет пик сейчас. И что очень много с производства идут люди, целыми коллективами идут люди. Мы это тоже понимаем. И поэтому нужно, я думаю, сейчас общими усилиями мы решим эту проблему. Как рассказывают пациенты, лаборатории тест на коронавирус они сдают для предъявления на работе. Во многих крупных предприятиях не допускают к рабочему месту без справки с отрицательным результатом. Также анализы требуют в некоторых зонах отдыха. Очереди не только в государственных лабораториях, но и в частных. Несмотря на то, что в них тестирование дороже, стоимость достигает 16 тысяч тенге, однако число желающих провести анализ стабильно высокое. Число желающих сдать анализы методом ПЦР растет ежедневно. Пропускная способность составляет от 100 до 250 человек в день в зависимости от процедурного кабинета. Мы, конечно, могли бы увеличить свою мощность. У нас было предложение к управлению здравоохранения о развертывании дополнительных лабораторных мощностей на базе существующих больниц. Однако нам было отказано. Также в частных лабораториях отмечают, что ведут прием по предварительной записи онлайн, но из-за большого наплыва пациентов во время на обработку заявок увеличилось. Поэтому, не дождавшись ответа, пациенты создают живые очереди. Иван Тулинов, Нургалиб Амарбаев, Хабар, 24. Ну а вот в Алма-Аты очередь в мобильный пункт тестирования COVID-19, расположенный рядом с бизнес-центром Нур-Лэ-Таум, привела к автомобильным заторам протяженностью в несколько кварталов. Мощность этой лаборатории 500 тестов в сутки. Напомню, водители сдают анализ на коронавирус, не выходя из машины. Однако сегодня они провели в очереди не меньше двух часов, из-за чего создали помехи другим участникам движения. Регулировщикам пришлось подключиться. Сами же водители объясняют, именно этот пункт они выбрали из-за относительно невысокой цены за анализ. Хочу сдать тест на COVID-19. Почему именно сюда? Не хочу делать приправы, но здесь самая оптимальная цена. 15500, как заявляли изначально. Все остальные места, во-первых, дороже, ближе к 20. И второй момент, что у этих максимально быстро. То есть на следующий день на электронную почту получаешь результат. Мобильная ПЦР-лаборатория будет работать весь туристический сезон на побережье Алаколя в Алматинской области. Она оборудована необходимыми тестами и реактивами. Анализы при подозрении на вирусную инфекцию будут проводить бесплатно. Местная амбулатория также оборудована изолятором. Есть и своя бригада скорой помощи. Уже с 13 июня здесь должны открыть зоны отдыха. Ну а смогут ли они обезопасить своих посетителей от случаев инфицирования, расскажет наш корреспондент Гульнар Жантасова. Больше 200 отелей и пансионатов будут принимать туристов на отдых. В этом сезоне им придется работать в новых условиях. В каких им разъясняла специальная мобильная группа из специалистов санслужбы и управления туризма. Основные требования это в первую очередь социальная дистанция, ношение масок, установка везде санитайзера для обработки рук посетителей и также персоналов. Для персоналов у нас основное требование – ношение масок и перчаток. В местах общепита устанавливать социальную дистанцию между столами и соблюдать меры предосторожности. За три дня мобильные группы обошли практически все зоны отдыха. В итоге, как говорят специалисты, из всех объектов только практически половина планирует принять гостей в июне. Они будут открываться только к концу месяца. Ну а в эти выходные полностью готовы начать туристический сезон с соблюдением всех мер безопасности только пять крупных отелей. Эти требования нам выполнимы, они не так трудны. У нас возле входа будет стоять туннель дезинфицирующий, тепловизоры мы закупили. Каждого сотрудника и каждого гостя, который при входе, через туннель проходят и проверяем температуру. Если это превышает, естественно, на территорию не запускается. Все гости будут тоже проверяться постоянно в разные, например, в ресторан, вход, вход в кинотеатр, вход в другие разные общественные места. Они обязательно будут проверять температуру ежедневно. Может быть и несколько раз в день. И в масках обязательно ходили. Причем справок на коронавирус в отелях и пансионатах требовать не будут. Так решили в областной санитарной службе. Но она тот случай. Если вдруг у гостя появятся признаки недомогания, здесь же на базе местной сельской амбулатории у него возьмут анализы на наличие коронавирусной инфекции. Об этом заверил главный врач области. Мы усилили тут медицинскую службу, увеличили мощности изоляторов, дополнили количество медработников, из числа районных и из области. Касательно ПЦР-диагностики. Но мы решили с области пригнать передвижную лабораторию, которая укомплектована всеми расходными материалами, тест-системами. На случай, если прибудут признаки заболевания, будем брать у них бесплатно данных лабораторий. В каждой больших базах отдыха, где больше 200 мест, предусмотрены медицинские работники, есть изоляторы. А вот, находясь у самой воды и при купании, маску можно снять, говорят специалисты. Сам чистый воздух Алаколия, его целебная вода, помогут избавиться от многих вирусов. Но все-таки, на всякий случай, соблюдайте дистанцию. Гульнар Жантасова, Ужасовый Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область. 9 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Атарау за последние сутки. Специалисты опасаются резкого распространения инфекции среди жителей областного центра. В связи с чем, главный санитарный врач города принял решение усилить контроль за соблюдением санитарных мер на объектах торговли. За два прошедших месяца в Атарау провели около 600 рейдов, выявили около сотни нарушений режима карантина. Предпринимателям вынесли предупреждение. Перед запуском людей в торговый дом мы измеряем им температуры. Пока таких случаев не было, чтобы была повышена у кого-либо температура. Проводят дезинфекционные работы в день 3-4 раза. Везде у нас работают кондиционеры, системы вентиляции. На каждых скамейках мы повесили значки, в которых написано, что надо соблюдать дистанцию. У нас работает радиорубка, которая оповещает, чтобы люди сохраняли дистанцию, чтобы пользовались антисептиками, чтобы не снимали маски внутри помещения, чтобы сохраняли санитарный режим. Последнее предупреждение получили два игровых клуба в Костана. Эти заведения нарушили карантин-режим. Они работали незаконно в обход постановления главного санитарного врача области. На момент появления мониторинговой группы в залах находились больше 15 подростков. По словам администраторов, они не знали, что их вид деятельности под запретом. Нарушителям вручили уведомления. В случае, если заведения не закроют, меры будут более жесткими. За грубейший нарушение мы приостановили эксплуатацию семи объектов. Это две кальяны, два кафе, два продуктовых магазина и одна анимационная студия. Порядка двух-трех рейдов мы делаем в неделю. За прошлые рейды мы практически проводили разъяснительную работу. Порядка трехсот объектов мы разданы уведомления, алгоритмы по содержанию объектов. Свыше семисот нарушений санитарных норм за месяц выявили мониторинговые группы на востоке Казахстана. В очередной рейд в Искаменогорске отправились и наши корреспонденты. Анелли Есенбердина продолжит. Сегодня в центре внимания мониторинговой группы в Искаменогорске общепитый парикмахерский. В первом же кафе грубые нарушения. Санитайзеров у входа нет, персонал без масок. Вы же работали без масок. В ответ сотрудник тут же натягивает на лицо маску. Пусть она не по размеру и ответственности явно не осознает. Значит, дальнейшая их судьба какова? Сейчас ответственность будет определять суд. Или он приостановит этот объект, или одновременно приостановит и будут административные меры. При этом сумма штрафов может достигать 100 месячных расчетных показателей. Возможно, придется потратиться и владельцам второго кафе. Они находятся без маски. Средственной защиты у них нет. Но они должны быть вот здесь. В отличие от первого объекта здесь позаботились о наличии санитайзеров. У входа висит объявление. Обработка рук обязательно. Только вот о безопасности уже в зале не подумали. Расхатка, она должна быть между крайними два метра. Они практически находятся в ближнем контакте. А значит, посетители легко могут заразиться, если будут рядом носители вируса. В одной из мужских парикмахерских похожая история. Мастер работает с клиентом, не думая о мерах защиты. Без маски и перчаток. При этом постановление с нормами напечатано уже во всех местных СМИ. Допустим, хозяин этого заведения скажет, что он этого не видел. Но это его не освобождает от ответственности. Правильно? В другом барбершопе ситуация получше. Из пяти мастеров работают сейчас только двое. Все в масках, перчатках. Есть и санитайзеры. Единственное замечание – не проводится бесконтактная термометрия. Сказали о перчатках, масках, дезинфекции. Каждые два часа дезхлором полы обрабатывать. Мастеров. И так было до этого. Они обрабатывали свои предметы. Термометрию нам не сказали. В данном случае санэпидемиологи ограничились предупреждением. Но уверяют, что не собираются смотреть на серьезные нарушения сквозь пальцы. Я думаю, пришло время для того, чтобы все-таки принимать какие-то действенные меры. Нормативная база у нас вся есть. Есть приказ министра здравоохранения Республики Казахстан, где четко регламентировано, что мы имеем право проведения проверок малого и микробизнеса. По всем нарушениям акты теперь передадут в суд. Накануне такая же мобильная группа направилась по местам размещения людей в отели и гостиницы. Из проверенных шести объектов работать дальше разрешение получили только два. Сегодня же нарушения выявлены практически на каждой точке. Такими темпами не исключено, что карантин в области продлят. Пока он в регионе действует до 13 июня. Анна Рисенберзина, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Между тем, уже с 20 июня Казахстан возобновит международные рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию. Соответствующее решение приняла сегодня межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса. Рейсы по международным маршрутам будут выполнять на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении. Подробную информацию о полетах и продаже билетов опубликуют на сайтах авиакомпании. Отмечается, что все рейсы будут осуществлять в условиях повышенных мер санитарной безопасности. И сейчас мы приберемся на рекламу, после чего продолжим и сразу расскажем о ситуации с коронавирусом в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова В целом, да, вы правы, но в целом можно сказать, что именно с поставкой оборудования и тестов в эти страны очень сильно помогает Всемирная организация здравоохранения. Ну и в целом вот этот вот рост инфицирования, числа инфицированных как раз и говорит о том, что увеличились масштабы тестирования. То есть именно сейчас, когда начали поставку. Да, да. Обо всем подробнее расскажу в обзоре. Еще в апреле эксперты предрекали Индии пик эпидемии в июле. Сегодня в стране уже почти 300 тысяч случаев инфицирования. Как результат, Индия обходит Великобританию и становится на четвертое место мирового антирейтинга по количеству зараженных. В тройке антилидеров, напомню, США, Бразилия и Россия. На днях индийский город Мумбаи по количеству ковидных больных обогнал Ухань, ставь новым эпицентром пандемии. Больницы в городах продолжают бороться за жизни людей. Больше половины всех мест в столице для пациентов с коронавирусом уже заняты. При этом власти страны утверждают, что число больных только в столичном регионе может возрасти до полумиллиона в ближайшее время. 15 июля нам понадобится 33 тысячи больничных мест, а уже к 31 июля нам нужны будут 80 тысяч коек. Мы должны быть готовы принять к концу июля такое количество больных. Это большой вызов для нас. К слову, кладбище и крематорий в городах также переполнены. Власти ограничили количество человек, которым разрешено присутствовать на похоронах. Попрощаться с близкими они могут только сохраняя дистанцию и будучи в масках. Родственники приходят, но не могут приказаться или подходить близко, даже если они надевают маски и перчатки. Все очень строго, работы очень много. Настораживает и статистика в соседней России. Там количество заболевших коронавирусом перевалило за полмиллиона. За последние сутки в стране скончались 183 человека с этим диагнозом. Выявлено почти 9 тысяч новых случаев заражения в 85 регионах. Рекордно для июня. Сегодня в стране, к слову, отмечают День России. Напомню, в Москве еще три дня назад отменили режим самоизоляции. Вот как проходит праздник на фоне еще не утихшей пандемии, узнаем у нашего собственного корреспондента Дана Нуржан. Она на прямой связи со студией из Москвы. Дана, добрый вечер. Как отмечают свой национальный праздник россияне в условиях, когда коронавирус еще не победили, а карантин уже отменили. Добрый вечер, Айдана. Мы сейчас находимся в самом центре Москвы на Манежной площади. Здесь идут приготовления к концерту, который состоится сегодня вечером. Служба безопасности оцепили этот район, то есть пройти сюда могут немногие. А зрителями концерта станут только волонтеры, которые работают и работали во время пандемии. Они, так же, как и артисты, которые будут выступать, заранее сдали тесты на коронавирус. А организаторы мероприятия обещают, что все будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Вот в таких условиях теперь проходит концерт массового мероприятия. Мэр города Сергей Собянин призвал жителей Москвы сегодня вообще не выходить из дома, ведь риски заражения все еще остаются очень высокими. Он также призвал жителей других регионов по возможности без острой необходимости не приезжать в столицу страны, которая до сих пор лидирует по количеству новых заражений коронавирусом в сутки. Но, как мы видим, призыв не особо подействовал. Давайте послушаем мнение тех, кто сегодня, несмотря ни на какие призывы все-таки вышел на улицу праздновать. Мы отмечаем с радостью на этот праздник. Мы просто в путешествии. Мы сейчас из Ярославля едем в Воронеж. Проект Москва. Приехали из Пензы, хотели посмотреть в Москву, погулять в День России. Разрешили же везде. Пошли. Походим, посмотрим. Что изменилось? Нет, боимся у нас маска, перчатки только что сняли с метро, мы вышли. Столичный концерт в этом случае как раз лишний повод для выхода из дома и скопления людей вместе. Празднование организовано не мэрией, скорее всего. Айдана, вот я напомню, что неделю назад, когда на Красной площади проходила массовая масштабная книжная ярмарка, когда в городе все еще действовали запреты на массовое мероприятие, мэрия Москвы заявила, что не давала разрешения на это мероприятие, но так как Красная площадь находится в федеральном видении, то решение о проведении фестиваля принимали на федеральном уровне. И, видимо, сегодня ситуация с концертом схожая. По крайней мере, городские власти призвали жителей Москвы ограничиться просмотром телетрансляции этого концерта. Тем временем Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные о смертности за май. И в мае этого года в Москве смертность выросла на 30% по сравнению с данными за май прошлого года. При этом 92% из-за выточной смертности так или иначе связано с коронавирусом. Врачи не устают предупреждать и напоминать, что риски заражения все еще остаются высокими. Несмотря на это, в стране готовится провести масштабный парад победы 24 июня и референдум по поправкам в Конституцию 1 июля. У меня на этом пока все. Айдана? Что ж, спасибо, Данна. Сложнее всего, конечно, сейчас приходится врачам. Анонсированные события в столице могут, скорее всего, отрицательно повлиять на статистику по распространению инфекции. Напомню, на прямой связи была наша СОПКОР в России Дана Нуржан. Дана, берегите себя. Пандемия набирает обороты в африканских странах. На континенте выявлено 200 тысяч случаев заражения. По сообщению Всемирной организации здравоохранения, первые 100 тысяч случаев зафиксированы в течение трех месяцев, однако позже это число выросло в два раза всего за 19 дней. Больше всех страдает Южная Африка. На нее приходится свыше четверти всех болеющих COVID-19. Отмечу, что на самом жарком материке Земли зарегистрировано чуть больше, чуть меньше 6 тысяч случаев смертей. 70% из них зафиксированы в пяти странах. Это Южная Африка, Алжир, Нигерия, Египет и Судан. При этом одной из главных проблем является поставка тестовых наборов для выявления вируса. Это связано с перебоями в международной сети поставок. ООН создала рабочую группу и другие механизмы по каналу поставок для того, чтобы решить проблему дефицита. Немалую работу проделал также Африканский Союз. Более чем 8 миллионов тестов и 200 миллионов средств индивидуальной защиты направлены в африканские страны. Относительно успешно пандемия идет на спад в Европе. С 1 июля ЕС даже планирует открыть внешние границы для граждан третьих стран. Однако это будет касаться только государств отвечающих четким критериям Еврокомиссии. Вот такова информация на сегодняшний час. Я думаю, что даже если не откроют свои границы, то не каждый желающий поедет в такое время отдыхать в Европе. Тем более пережившую такую пандемию. Спасибо за обзор. Это была Айдана Гривжанова с Международным блоком. В Шемкенте началось главное судебное разбирательство по делу о взрывах из которых военнослужащие. Им предъявлено несколько обвинений. Согласно материалам дела это халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия, а также нарушение правил обращения с оружием. Потерпевшими признаны 1473 человека. Однако не все смогли попасть в зал суда. Не пустили туда и представители СМИ. При службе военного суда Шемкентского гарнизона сообщили, что зал, где проходит процесс, рассчитан всего на 400 мест. Многие потерпевшие говорят о том, что им до сих пор не восстановили поврежденные объекты. Напомню, 24 июня 2019 года в Арысе взорвались боеприпасы, хранившиеся на складских помещениях воинской части. Десятки человек были ранены, сотни потеряли дома и бизнес-объекты. Специалисты пришли, зафиксировали нарушения в нашем доме и на этом все пропали. Мы сами кое-что отремонтировали за 100 тысяч тенге, которые давали всем жителям города. В североказахстанской власти не приняли в эксплуатацию дорогу, которую отремонтировали некачественно. Речь идет о 6-километровом участке трассы возле села Заградовка. Напомню, подрядчики должны были сдать ее еще в ноябре прошлого года, но новое полотно стало разрушаться практически сразу после укладки. Кроме того, были выявлены и другие интересные детали, которые повлекли за собой возбуждение нескольких уголовных дел. Дело Нургуль Ахмедова следит за этой историей. Дорогу к селу Заградовка год назад впервые решили заасфальтировать. Завершить ремонт подрядчики должны были в ноябре 2019-го. Однако трассу до сих пор не сдали в эксплуатацию, но зато деньги строителям выплатили в полном объеме, а это свыше 300 миллионов тенге. Ажиотаж вокруг этой трассы начался после того, как журналисты выявили, что здесь по документам установлено свыше 50 дорожных знаков, но по факту их не было. Когда начали выяснять, где же они, руководители отдела ЖКХ в один голос с подрядчиком заявили, что указатели устанавливали и, наверное, их кто-то украл. Чиновник даже написал заявление в полицию, но позже и сам стал фигурантом уголовного дела. Правоохранительными органами было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с этой дорогой. Первое по заявлению госслужащего о пропаже знаков, второе по подозрению в хищении бюджетных средств и третье по факту заведомо ложного подоноса со стороны руководителя отдела ЖКХ. Все три в итоге закрыли за отсутствием состава преступления. Скажите, а зачем вы нас тогда обманули о том, что знаки были украдены на этой дороге? Ну, во-первых, я вас не обманывал, меня само неверно проинформировали. Дело в том, что я же пояснял, что на авто дорогу я не выезжал по последнему объему. Эти акты мне уже предоставил технодзор подписанный и подрядчик. Знаки здесь уже установили, но вот качество полотна оставляет желать лучшего. Строителям несколько раз указывали на их огрехи, а сделать работу над ошибками они должны были до 31 мая. В итоге вот так они расширили дорожное полотно, а на асфальте появились новые латки. Дорога в целом как бы сделана ужасно. То есть, даже если так посмотрите визуально, обочины недоделаны. Тут куча претензий к подрядчикам. Начиная от установки знаков, кончая, ну, вот эти знаки, допустим, они должны быть отдельно на присыпных бермах по проекту. Сейчас в течение 10 дней аудиторы будут отрабатывать и устанавливать предварительный ущерб. В рамках данного ущерба мы будем возбуждать уголовное дело. В ходе расследования, соответственно, мы будем уже назначать судебно-строительную экспертизу. В ходе данной экспертизы по итогам мы рассчитываем, что мы получим полную картину, действительно ли столько денег ушло на строительство этого дорожного полотна. Во всей этой истории невозмутимым оставался только директор подрядной фирмы Эдуард Шандер. Он заявил, что повышенное внимание к этой дороге и к их организации неспроста. Все это, думаю, проплачено, и вам проплачено, и где-то кому-то как-то. То есть нам тоже заплатили? Вот да, да, я так считаю. Кому-то нам заплатили? Я не знаю, сколько вам заплатили. Вторая попытка сдать дорогу на Заградовку в эксплуатацию завершилась неудачей. Работу не приняли. Строительную фирму сейчас через суд пытаются признать недобросовестным участникам госзакупок. А организацию, которая осуществляла технический надзор за этим участком, оштрафовали на 500 МРП. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Толя Геныманов, Хабар 24, Североказахстанская область. Тему коррупции продолжит Артем Петров в программе Актуально. Каждый день в Казахстане разоблачают, судят и приговаривают к тюремному сроку сразу несколько взяточников. Так только за 7 дней в нашей стране оштрафовали или отправили за решетку 19 человек. Все они проходили по коррупционным делам. Причем настолько разным в голове не укладывается. От превышения служебных полномочий в космической сфере и незаконных международных контрактах на сумму 260 миллионов евро до взятки регионального чиновника в виде кухонного гарнитура стоимостью, наверное, около 100 тысяч тенге. Это актуально. Здравствуйте. Надо признать, антикоррупционная служба работает. Причем, судя по количеству задержаний, которые они монтируют и выкладывают в Ютуб, довольно усердно. Качество видеороликов по-прежнему как из 90-х, но не суть. Главное, ведь коррупционеров напугать. Но, похоже, они, эти самые взяточники, особо не боятся. Берут меченые купюры пачками. Спрашивается, зачем? Ведь есть денежные переводы. Казалось бы, риска меньше, да и спрятать легче. Но это не так. Вопреки расхожему мнению, брать наличкой даже безопаснее, нежели безналом. Почему? Да все просто. Когда человек получает взятку наличными, он рискует всего один раз. Непосредственно в момент получения. Если же ему перечисляют средства на банковский счет или карту, то концы всегда можно будет обнаружить и через год, и через 10 лет. Любой знающий человек это хорошо понимает. Получается, не доверяют опытные коррупционеры цифровым технологиям. Впрочем, дружить с IT-сферой взяточники и не должны. По задумке, с помощью цифровизации нечистых на руку чиновников необходимо, так сказать, дисконнектить от бюджетных средств. Но пока не получается. Из так называемых нубов мздоимцы оперативно превращаются в продвинутых читеров. Так, только в Акиматах Атераусской области коррупция увеличилась в два с половиной раза. В сфере государственных закупок 21 при реализации государственных программ 8, социальных программ 9 и в сфере строительства 5 фактов. В итоге причиненный государству ущерб составило 1,1 миллиарда тенге. Из них 98% возвращено государству. Всего в Атераусской области за 5 месяцев зарегистрировано 55 экономических преступлений. Из них 41% это тяжкие и особо тяжкие. 75 преступлений имеют признаки коррупции. На востоке страны чиновники вообще можно сказать перешли на новый уровень и пытались дать взятку за прекращение дела о взятке. Конечно, это не изобретение наших коррупционеров схема достаточно популярная, но все-таки это как же должен атрофироваться инстинкт самосохранения, чтобы додуматься поучаствовать в подобной авантюре. В ходе следствия задержано должностное лицо комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, ранее занимавшийся строительством данного объекта и его знакомы, которые подстрекали к даче взятки в сумме 40 миллионов тенге руководителя одного из предприятий за прекращение указанного уголовного дела. В настоящее время по данному факту проводится расследование. В завершении еще раз хочу отметить, что охота на взяточников, как мелких, так и высокопоставленных, в нашей стране введется. Но ощущения того, что подобных преступлений стало меньше, к сожалению, по-прежнему нет. К слову, в международном рейтинге индекса восприятия коррупции за 2019 год Казахстан занимает 113 место из 180 стран. Берегите себя, это актуально. Доступны ли здания банков, соцобъектов, торговых домов, цонов и госучреждений для людей с ограниченными возможностями? В Уральске ответ на этот вопрос искала специальная мониторинговая группа. С начала года она провела уже 34 выезда. Владельцам здания выдано 10 предписаний об устранении барьеров. Мои коллеги присоединились к очередному рейду проекта «Доступный Казахстан». Кнопка вызова в этом торговом центре не работает. Самостоятельно подняться на коляске по пандусу тоже не получается. Пандус есть, замечательный угол наклона сохранен, но поручни с двух сторон отсутствует, высота поручни. К сожалению, антискользящего покрытия нету, и сам пандус очень ветхий, устаревший. Нужно, во-первых, по закону все стандарты соблюдать, все снипы, для того, чтобы строительство было с учетом всех доступных норм и снипов. Потом мы не будем сталкиваться с проблемами, потому что переделать сложнее, чем построить новые уже по стандартам. Причем доступ в здание должен быть обеспечен не только для людей на коляске. Дело здесь не только в неудобных пандусах. Речь идет о высоте и ширине дверных проемов, аудиосигналах, световой информации, специальных ограждениях. В строительстве здания специалисты должны учесть все нормы. Когда я захожу в магазин, если я лестницы не вижу, если они с полом одного цвета, мне трудно. Для незрячих лучше тактильные плиты, когда лестница начинается и лестница заканчивается сделать. Мы объясняем, что доступность должна быть для четырех категорий лиц. Это инвалиды, передвигающие на кресло-колясках, это первая категория. Вторая категория это слабовидящие и незрячие. Третья категория для инвалидов по слуху. И четвертая категория это инвалиды опорно-двигательного аппарата. Банкоматы тоже недоступны, потому что не должно превышать ни более 80 сантиметров. Здесь уже выходит метр. Проблем очень много, отмечают представители НПО. И рычаги воздействия, по их мнению, слабоваты. Мониторинговая группа может указать на недостатки, дать рекомендации. На устранение нарушений дается год, только потом В 19-м году оштрафованы 14 субъектов мы оштрафовали на 4 миллиона. В этом году тоже на два хозяина субъекта мы оштрафовали на 85 тысяч. Для каждого социально значимого объекта в регионе сделали паспорт. Из 1737 зданий, адаптированными для людей с особыми потребностями, оказались только 1100. Путагуз Базарбаева, Балачаргасов, Уральск, Хабар, 24. В Минздраве ответили на резонансный вопрос, волнующий родителей дошколят. Стало известно, при каких условиях примут непривитых детей в детские сады. По новому кодексу о здоровье малышей, не получивших вакцину, будут допускать в дошкольные учреждения при достижении порогового уровня. То есть, из 100 человек 95 должны быть привиты. Тогда остальные пятеро будут допущены в детсады. Коллективный иммунитет это косвенная защита непривитых лиц за счет обеспечения достаточного числа привитых лиц. Вот это очень важный момент защищать других, а кто именно. Потому что среди тех, кто не прививается, это не только те, кто отказывается от профилактической прививки, но и зачастую это те, кто имеет медицинские противопоказания к проведению профилактической прививки. Поэтому очень важно эту группу непривитых лиц защитить. Вице-министр здравоохранения также прокомментировала вопрос о смягчении наказания за врачебную ошибку. Лиза Токтаева пояснила, что уйти от ответственности медикам не удастся за ненадлежащее исполнение своих обязанностей они будут отвечать по уголовному кодексу по 317 статье. Также без изменения стоят 318 статью за нарушение порядка проведения клинических исследований и применение новых методов средств профилактики, повлекшие тяжкие последствия. По этим статьям виновник может получить реальный тюремный срок. 318 статья в части тяжелых последствий и совершения должностным лицом сохраняется в уголовном кодексе. А часть первая она планирует, предлагается перенести ее в кодекс об административных правонарушениях. То есть статья это нарушение порядка проведения клинических исследований и применение новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Ровно год назад в этот день состоялась церемония инаугурации второго президента Казахстана Касымжа Марта Тукаева. С тех пор был дан старт новому этапу развития страны. Проведены десятки реформ. За это время глава государства объехал буквально всю республику. Подробности Урины Панфиловой. Полностью отдаваться работе, забыть об усталости, по сути, не принадлежать себе. Такой жизненный ритм по силам только самым выносливым и трудолюбивым. И Касымж Марту Тукаева удается достойно его выдерживать с 20 марта прошлого года, когда он принял президентские полномочия. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Дан старт новому этапу развития Казахстана. В стране четко сформирована эволюционная модель преемственности власти. Анализ показывает, что транзит власти в Казахстане прошел успешно и спокойно. Почему? Потому что экспертное сообщество говорит, что прошло на конституционных принципах, легитимность и кроме того, что народ оказал еще доверие, избрав президента страны. Еще ближе к народу президент Тукаев стал этой зимой, когда в Жамбылской области были беспорядки. Непростой ситуации консолидирующую роль глава государства берет на себя и летит в Курдайский район для того, чтобы восстановить и укрепить порядок и общенациональное согласие. Казахстан был и остается девятой в мире территории дружбы, мира и согласия. Происшедший инцидент, можно сказать, трагическое событие должно остаться позади. Надо проявлять уважение к культуре каждого народа. Призывать казахстанцев к спокойствию и терпению президенту пришлось и когда страшная угроза нависла над всем миром. COVID-19 неизучены и непредсказуемы. Как только Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, глава государства призвал народ быть едиными, не поддаваться панике и провокациям. Победить инфекцию можно только сообщая единым фронтам, а государство в свою очередь не останется в стороне. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Нельзя допустить снижение уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы экономика простых вещей. В этот непростой период многие остались и без заработка. Финансовую помощь в размере 42,5 тысяч тенге получили свыше 4,5 миллионов человек. Больше миллиона граждан обеспечили продуктово бытовыми наборами. Безусловно, задача номер один восстановление экономики. Однако коронакризис обнажил болевые точки в других областях, в том числе и в сфере образования. Президент поручил увеличить стипендию для будущих педагогов для начала с 26 до 42 тысяч тенге и разработать новую прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ и колледжей. Недрение института ротации и аттестации руководителей позволит повысить эффективность управления. А врачам с этого года начнут поэтапно повышать зарплату. К 2023 они должны получать в 2,5 раза выше среднего оклада казахстанцев. По словам главы государства, низкая оплата труда одна из причин дефицита профессионалов в этой сфере. Следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Выше сказанное, конечно, не снимает с врачей ответственности за жизни и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной и гражданской правовой, как в развитых странах мира. За год президентства Касымжумар Тукаев провел десятки заседаний и совещаний. Встретился с сотнями людей. Это не только коллеги и зарубежные гости, но и простые казахстанцы. Он объехал буквально всю страну, посетил не только крупные города, но и маленькие поселки. В общей сложности провел в командировках по регионам республики больше 30 дней. Ирина Панфилова, Хабар, 24. В Жамбылской области строят биофармацевтический завод по производству вакцин, в том числе и против коронавирусной инфекции. Разработка Казахстанского научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, включена в список ВОЗ и проходит доклинические испытания. Старт новому производству дал премьер-министр страны Оскар Мамин. На предприятии также будут производить вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза и ряда других инфекционных заболеваний. Ежегодно выпускать планируют до 60 миллионов доз препаратов. Строительство завода завершат в декабре текущего года. В Алматинском зоопарке Бэби Бум в этом году там появились на свет сразу 70 детенышей. Работники парка нынешним летом еще ждут пополнения. А буквально неделю назад в семье краснокнижных пятнистых оленей родился здоровый малыш, которому дадут казахстанцы. Зоопарк даже запустил специальную акцию на своей странице в соцсетях. Новорожденного олененка решили не показывать никому, пока ему не исполнится 40 дней. Такова традиция. Но для съемочной группы телеканала Хабар 24 сделали исключение. Асим Кощегулова расскажет. Семидневный олененок старается не отставать от матери. Это девочка и очень похожа на свою маму Арум. Первые полгода детеныш почти беспомощен. Все необходимое молоко и ласку получает от своей родительницы. А рядом с таким папой, которого, кстати, зовут Батар, девочка чувствует себя в безопасности. Сотрудники зоопарка стараются сейчас не беспокоить семью. Ведь краснокнижные пятнистые олени очень пугливые от природы. Детеныш родился здоровым. Имя пока не придумали. Традиционно клички животным дают сами сотрудники зоопарка. Но в этот раз решили объявить конкурс в социальных сетях, чтобы казахстанцы сами придумали имя олененку. Сейчас в Валерии обитают четыре самки, два самца и эта малышка. Ей среди взрослых пока скучно. Но совсем скоро у нее появятся друзья-ровесники, с кем можно будет и поиграть. Еще три пятнистых оленя ждут детеныши. Примечательно, что именно в период карантина в Алматинском зоопарке наблюдается настоящий бэби-бум. В этом году, начиная с марта месяца, мы получили около 70 детенышей и птенцов от разных животных. У нас родились кошачьи лемуры, харзы, два детеныша мы получили, сайгачата, пони, вербюжонок. У нас вылупился птенец эму. Мы получили два птенчика бородачей. Это красная книга Казахстана. Кроме этого, самый большой приплод это у нас уток, каролинок. Сейчас зоопарк закрыт на карантин. Когда откроют, неизвестно. Все зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Однако понаблюдать за новорожденными детенышами можно и в онлайн-режиме. Ежедневно сотрудники проводят прямое включение в социальных сетях, где рассказывают о своих питомцах. Асим Кощегулова, Айдар Абдешев, Хабар-24, Алматы. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте www.3w24.kz У меня же на этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин